Здравствуйте! Много видеороликов у меня на моем канале вышло про эти изделия из микросферы. В них было объяснено, что это такое за технологии, что это за микросферы, для чего они нужны, когда и кем были созданы, для чего используются, как помогают людям. Было и много видеоотзывов по использованию этих изделий от таких же зрителей и пользователей, как вы. Был даже создан отдельный плейлист, раздел на моем канале, и ссылку на него я вам оставлю под этим видео. Там и посмотрите эти видео, если, конечно, вам это будет интересно. Продолжение рубрики и для новых зрителей, кто ищет способы и средства оздоровиться, поддержать свое здоровье, я и решил сделать это видео, поскольку есть новые, очень показательные отзывы, но главное, я прокомментирую их в процессе зачитывания и поясню важные аспекты, спорные и непонятные для многих моменты. Например, в который уже раз поясню про затвердение изделий, тех же подушек. Плохо это или хорошо, и что с этим делать? Но видеоданные будут гораздо шире темы микросфер, гораздо. Итак, внимание. Первый отзыв, письмо пришло на сайт. Под товар человек несправедливо решил поставить рейтинг 3. Зовут его Денис. Была у нас с ним переписка, вернее, я зачитал аудио и файл ему отправил, после чего он написал, да, вы правы, пусть будет рейтинг 5. Но мое письмо, пожалуйста, на канале оставьте, может быть, кому-то это будет интересно. Вот слушайте, человек пишет, приобрел подушку и другие изделия из микросфер около 8 месяцев назад из положительного. Повязка на глаза очень помогает. Одеваю на ночь и к утру глаза отдыхают. Целый день провожу за компьютером, поэтому это очень важный результат. Второе. Боль в пояснице проходила после ношения широкой повязки. Вероятно, речь идет про универсальную повязку, вот эту. Действительно, при болях в пояснице, спине, это идеальный вариант. Но, человек пишет дальше, из-за отрицательного, так как подушка довольно быстро затвердевает, то ночью положение головы приобретает неправильную форму, в результате чего начала болеть шея. Несколько ночей проспал без любимой подушки, боли напряжения в шее прошли. До этого спал на ортопедической подушке, боли в шее также не было. Что здесь можно сказать? Сразу несколько важных аспектов. Первое. Почему подушка твердеет или любые другие изделия? А потому что у человека много статики. Это у разных людей по-разному. Статическое электричество в силу разных причин. Например, синтетики в одежде, быту, на кроватях, на покрывалах, в результате трения. В общем, накапливаются положительные заряды. Очень вредная штука. У меня было два видео про снятие статического напряжения и про заземление. Непременно посмотрите. Так вот, подушки как бы отчасти, можно сказать, тем самым спасают человека, снимают. И этот положительный заряд, статику снимают, накапливая в себе. Тем самым шарики, меняя полярность, слепаются друг с другом. Это чистая физика, это защита. Это так и должно быть, так было и будет. Это хорошо, а не плохо. Но неудобно использовать. Да, вот шея может болеть, голова, там, от пережатия тех же сосудов. Ну, во-первых, я, например, лично использую. Я просто разминаю подушку так перед сном, перед тем, как уже вот все засыпаю, чтобы шея, голова прижала микросферы таким образом, чтобы было удобно. Но вообще стоит иметь две подушки. Например, одна ставится там на подоконник, как я много раз говорил, или в угол комнаты прям на пол, или на солнце, если там лето на чистую какую-то поверхность, желательно с заземлением. Ну, на ту же щебенку, я не знаю, на земле, если там, конечно, все гигиенично, чисто. На камни, валуны. Есть вариант использовать вот те же простыни с заземлением, если, конечно, заземление работает, а то некоторые претензии тоже предъявляют. В розетку, мол, втыкаю, а там есть заземление. Хорошо, там в розетке предусмотрено, а по факту выясняется, что просто нет заземления. То есть не уходит статика, не уходят блуждающие токи в землю. Но люди, многие, любят первым делом сразу обвинять, жаловаться. Итак, то, что подушка затвердевает, это прекрасно. Любые изделия из микросфер надо разряжать. Это делается легко. Работают они, вечно служат. Сразу предвосхищая вопросы, отвечаю. Вечно. Кстати, внешнее покрытие, плотное, прочное, на него мы сделали наволочки, оболочки из натуральных материалов защиты. Ну, от пота, например, там, чтобы их можно было мыть, стирать. И при этом защитная, ну, окружающая оболочка этой микросферы не страдала, не пачкалась, не грязнилась. Такие положительные результаты, однозначные. А человек не был доволен, что подушки затвердевают. Ну, извините, так должно быть, по-другому было бы, это было бы плохо, по-другому бы они не работали, так должно быть. Вот у моей жены не твердеют практически, у меня так же быстро, моментально, бывает за 20 минут твердеют. Я подушки меняю, беру другую, и это минут за 20 на окне, на подоконнике лично. У меня разряжается и мягкость становится, обмикает, и опять воздушная, прекрасная. Кладёшь и пользуешься. Кстати, подушки очень хорошо использовать на живот, класть. Проходят у кого тяжесть там в животе, там, допустим, и многие другие проблемы. Далее, вот письмо Виктора. Он написал на сайт в раздел «Ваши отзывы». Виктор пишет «По просьбе Юрия Андреевича копирую сюда свой отзыв из-под ролика на Ютубе». Ну, он изначально на Ютуб написал, я его попросил. Не могли бы вы скопировать или написать отзыв вот в этот раздел? Многие не пишут, а так где-нибудь под видео. Ну, иногда я прошу. Какой я ставил на днях? Купил повязку из микросфер, универсальную повязку, сразу после первого видео. Вот оно, первое видео, вот число выхода этого видео. Купил, так сказать, на пробу. И долгое время никаких эффектов от нее не было. Вот вам как раз пример. Долгое время никаких эффектов не было. Разве что заметил, сон стал более глубокий и яркий. Слушайте, ну, вот люди, правда, у многих людей есть такие ожидания, что вот сейчас рак пройдет. Это, кстати, бывает, но крайне редко. Для этого нужно очень много мер комплексно принимать, да, правильных. Потому что одно правильное действие мера, ну, это еще далеко не все, что необходимо. Да, иногда это одно какое-то действие достаточно для некоторых людей. Но далеко не для всех, поймите это. И я никогда не говорил, что это панацея. Я всегда за комплексный подход. Но, тем не менее, даже вот этот глубокий, яркий сон, это уже, наверное, хорошо. Ладно. Это когда клал на подушку, ну, видимо, спал на подушке, имеет в виду человек. Под каким-то даже вашим видео уже оставлял комментарий, что у меня это оказалось бесполезной покупкой. Вот, даже тема интереснее. Я вот сейчас сам зачитываю, уже не помню эти письма, заготовки сделал. А тема интереснее, да? Но летом у меня сильно разболелся тазобедренный сустав. Так, что я даже наступить на ногу не мог. Стоит сказать, что летом из-за жары я повязкой перестал пользоваться. Ну, понятно, что как бы ноги потеют, это же она не дышащая, ясное дело. Ну, и как-то из-за того, мол, перестал пользоваться, что не было эффекта. Тоже немного разочаровался. Но из-за сустава начал снова применять повязку. В основном по ночам просто клал на больной сустав или зажимал между ног с внутренней стороны сустава. Постепенно боли ушли. Примерно за месяц такого применения. Стал нормально наступать на ногу. Спать стал на левом боку нормально. До этого ныл сустав и долго на боку лежать не мог. Стоит еще добавить, что я параллельно мазал сустав кремом, мухомор, вот этим, и эко-гелем, вот этим. Не знаю, заслуга ли это только микросфер или мази, но результат вышел отличный. Здесь я свой комментарий оставлю обязательно. Значит, дорогие друзья, еще раз говорю, комплексные правильные меры, когда не один отдельно взятый правильный фактор мера, а несколько мер, факторов важных воздействуют вместе, сообща, эффект гораздо более высокий. Он не в два раза умножается, не в три, а в геометрической прогрессии, грубо говоря. Вот этот уникальный гель, посмотрите о нем видео. Вот не поленитесь, но может быть у вас не болят суставы ноги, вдруг когда-то заболят, а вдруг у ваших родственников и вам на них не наплевать. Ну посмотрите, это уникальная разработка ученых Новосибирского академгородка, ну одной лаборатории. Мы с ней давно работаем. Этот гель не имеет аналога в мире. Его компоненты лечебные, и это уникально как раз, и не имеет аналогов, действительно проникают под дерму, в суставы и заставляют регенерировать и хрящевую ткань, и межсуставную жидкость. Это научный прорыв. И, конечно, он помог. А микросферы, которые отражают инфракрасное тепло, выделяемое человеческим телом внутрь, усиливают многократно этот эффект. Ну помимо других иных свойств микросфер, да, я говорю о этих хотя бы примитивно понятных. Ну и, конечно, крем-мухомор, если его чередовать и втирать тоже в суставы, а издревний мухомор применялся для этих целей, конечно, результативность будет великолепная. Да, сразу скажу, и эти товары, и другие разные, вы можете купить у нас на сайте nadgard.ru, вот на этом. Ссылки на все, что я говорю, будут под этим видео мной оставлены. Мы отправляем наши товары в любые города России и страны мира. Не пишите мне под видео, а можете отправить туда или сюда. Делайте заказ, оформляете, вам приходят, с вами связываются, не забегайте вперед. Все делайте пошагово. Ну, продолжаю письмо Виктора. В последний раз делал заказ некоторых продуктов и заказал еще шапку из микросфер для мамы. Пока она ничего не говорила, есть ли какой-то эффект. Зато спрей для носа она уже оценила. Слушайте, вот давайте так, чтобы сейчас не говорить, но к слову, вот поставим маленькую нарезку именно о спреи. Вот об этом сейчас послушайте и продолжу дальше. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа. Но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами. А значит, снимает сухость слизистой и перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло, давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео, ссылка в описании. Продолжаю зачитывать письмо. У нее были сопли постоянно при малейшей смене температуры. Даже если на улице совсем не холодно. Сопли появлялись всегда. Я взял один флакончик и подсунул ей. На днях пришла и сама начала рассказывать, что соплей почти не стало. Она по три раза в день брызгает. Сразу скажу. Можно и по 33. Это не эти проклятые, вредные, убивающие человека спреи сосудосуживающие, которые как на наркотики подсаживают человека и в обязательном порядке вопрос времени вызывают полипы и другие проблемы. Можно детям маленьким, любым старикам, идете куда-то на улицу, это же защита еще от вирусов, и брызгайте. Причем не только в нос, еще и в рот. Это защита носоглотки от инфекций. Дальше пишет человек, я и сам заметил, что она практически перестала шмыгать носом и перестала пользоваться носовым платком. Ну отлично, конечно. Далее, помимо вышесказанного, так как покупаю разные товары на этом сайте, надгар.ру, уже несколько лет, хочу сказать об эффективности антипаразитарной программы, которая избавила меня от анемии. Ремарку сразу скажу. Очень жалею, что люди очень сильно ленивы своей основной массе, не смотрят мои видео, очень важные, для них же в первую очередь это жизненно важно. Я много лет бьюсь над этим, говорил, что если у человека есть анемия, низкое железо, гемоглобин, ферритин, то если у человека нет пулевых отверстий, язв, когда кровь течет и кровопотери, то 99% причин таких состояний, особенно у мужчин, тем более у молодых людей, это почти 100%, это наличие определенных паразитов в организме. Но подумайте логически, например у вас аскориды взрослые, заразиться элементарно, одна взрослая аскорида выпивает 30 мл крови в сутки. Может быть анемия, не может, а будет. Итак, два раза в год проходите антипаразитарную программу, сейчас их два вида у нас. Второй вид велит только для того, что у некоторых людей очень сложные есть случаи, например, апистархоз, этот паразит в печени живет, ест ее, то есть питается клетками печени, гипотоцитами. Сложно его вывести, поэтому иногда в сложных случаях лучше пройти одну программу и за ней следом сразу добить, что называется, второй. Там состав иной, другие ингредиенты, и это, конечно, будет более эффективно. Итак, антипаразитарная программа избавила меня от анемии, а также хочу сказать об эффективности грибных препаратов. Маме покупал набор от геморроя, она сидеть не могла, так ее это все беспокоило. Можно представить, через 10 дней пришла и сказала, что стала забывать мазать кремом, потому что уже ничего не беспокоит. Вот это, кстати, неправильно. Всегда, дорогие друзья, проходите курс полностью, до конца, более того, прошло все визуально или даже по анализам еще, ну, в сложных случаях, при, например, доброкачественных опухолях, полипах, кистах там и так далее, плюс 2-3 месяца после полного обследования, когда выявлено, что все в порядке, уже ничего нет, еще минимум 2 месяца для закрепления. Онкология, не дай бог, 3-4 месяца после полного исцеления. Если геморрой, ну, хотя бы 5-10 дней. Далее, себе брал наборы для суставов, тоже заметил хороший эффект. Мылом и зубной пастой теперь пользуюсь только с этого магазина, ну, нашими. Очень понравились, еще бы. Аналогов-то нашим мылом нет. Кстати, их можно есть, это просто делать не надо, но можно. И запомните, дорогие друзья, вот как бы кто не хотел, да, как бы кто не выпендривался, вот то, что нельзя съесть, нельзя наносить на кожу. Запомните, главное правило. Ну, а шоколад вообще сказка. Пару раз в году позволяю себе оторваться и за несколько дней уничтожаю по целому килограмму. Это лишь малая часть того, что я пробовал и чем остался доволен. Но боюсь, что тогда отзыв был бы очень-очень длинным. Очень хорошо, что есть такой магазин. Благодарю вас, Юрий Андреевич, за то, что вы делаете и за возможность приобрести такие уникальные продукты. Я не знаю другого места, где я мог бы покупать что-то с такой же уверенностью, качестве и эффективностью, как у вас. Благодарю вас за этот отзыв. Это абсолютно объективно. Так оно есть. И тем обиднее мне, почему я часто в комментариях пишу всякие ответы дебилам и мерзавцам, которые никакого права не имея и основания гадят, хаят, подличают, пишут всякую мерзость. Тем и обиднее. И именно потому, что у меня, во-первых, обостренное чувство справедливости, а еще потому, что хамам надо давать бой, а я не из тех, кто промолчу или там что-то оставит, или боясь потерять какого-то клиента, кто прочтет, скажем, и напишет, ой, как грубо, типа мою бедную ранимую душу вы ранили, теперь я вас ничего не буду покупать, да и плевать мне. Для меня, правда, дороже жизни моей, а не то, что там денег поганых каких-то или заработков или бизнеса. Это только для тех людей, кто низок душой и подал, кто сам такой и никогда бы ради денег, ради личной выгоды не стал бы делать то, что делаю я, а я не боюсь потерять клиентов, потому что я тогда жить не смогу, понимаете? Никаких компромиссов, никакого подхолинства, никакого заигрывания перед клиентами. Клиент не всегда прав, а тем более просто наглый взорвавшийся хам, которого всегда надо ставить на место, чего и вам советую. Нервы, скажете, да плевать на нервы, еще раз говорю, истинно дороже жизни, не то, что нервов. Ну, для меня, по крайней мере, ясно? Идем дальше. Вот пишет человек, ой, не скопировал, вот к себе, не знаю, кто пишет, но Здравствуйте, Юрий Андреевич, я хотел спросить о возможности расширения ассортимента изделий из микросфер на вашем сайте. Мне хотелось бы заказать на коленник, на локотник, ну, в общем, это у нас есть. Более того, мы ввели вот за последнее время еще несколько изделий, ну, по заявкам, что называется, трудящихся. Кстати, не забудьте, чехлы для изделий, вот кто покупал у нас изделия, на все эти изделия мы теперь делаем есть чехлы, защитные гигиенические чехлы. Далее письмо Натальи Васильевны Дашть. Уважаемый Юрий Андреевич, здравствуйте, делюсь крайней важной информацией. Коронавирус и микросферы, так она назвала письмо, я заболела и страдала от сильнейшей головной боли и прочими симптомами. От боли мне обычно помогает универсальная повязка из микросфер, пока только повязка. Ну, как же она меня вручает? Положила повязку на голову и уснула. Лекарства не употребляю принципиально много лет. Первый день болезни в этот раз пропустила, второй температура 38,5, постельный режим. Пока спала с повязкой, температура спала до 37,3, голова стала болеть значительно меньше. И это ночью, когда обычно температура растет. Я опасалась, что буду делать, если поднимется до 40, как у моего коллеги, от которого я заразилась. Но она упала. А что было бы, если бы я спала в капсуле? Хочу капсулу. Абсолютно верно. Поясню. Изделий много. Есть так называемые капсулы. Когда человек ложится, ну, как в спальный мешок, молнией закрывается. И, по сути, воздействие идет со всех сторон на весь, что называется, организм в круговую. И эффективность от капсул, ну, самая высокая, само собой. Далее письмо. К утру температура полностью спала 36,6. Есть еще слабость, немного болит горло. Надену повязку. Голова ясная, не болит. Ночью еще ломила ноги. Мазала их тигровым бальзамом. Кстати, мажьте гелем вот этим нашим. Это гораздо эффективнее. Коронавирус, как индикатор, показывает слабые места в теле. У меня это сосуды. Поэтому на 23-й год хочу приобрести курс чисток Юрия Андреевича. Ну, чисток это антипаразитарная программа. И, вероятно, потом антигрибковая. Потому что грибки те или иные у человека есть, как правило, всегда. Та же кандида. Ну, вот если, скажем, язык по утрам серый-белый, это системный кандидоз. А это большая проблема с последствиями. Ну, через годы у кого-то через десятки лет. Но грибки в организме – это очень большая беда. Вы посмотрите вот эти видео. И товары, и ссылки на эти наборы я тоже оставлю под этим видео, которое вы сейчас, я надеюсь, еще смотрите. И вот Наталья Васильевна заканчивает следующими словами. Мне это казалось дорого раньше. Сейчас так не кажется. Нет ничего дороже здоровья. И куплю капсулу. Буду еще наблюдать дальнейшее развитие болезни. Прошу, Юрий Андреевич, расскажите людям в ответах на вопросы. Поделитесь. Это очень ценная информация по коронавирусу. Ну, имею в виду, что вот моим письмом. Некоторые люди так и пишут. Прямо поделитесь данным отзывом. Ну, и прекрасно. Кстати, я очень рекомендую. Прошу. Ну, присылайте свои отзывы людям. Это ведь будет, во-первых, помощь ваша. Понимаю, что многие боятся там сглазить. По другим причинам не хотят делиться. Но это неправильно. Поделитесь, и вы поможете кому-то еще. У многих людей действительно штаммы стоят. Понятно, что многих там обманывали, тем более в нашей стране много раз. И это все понятно. Вот даже меня, честно говоря, наверное, у меня какая-то реакция, аллергия, можно сказать так, на это, да, образно. Меня раздражает даже, когда люди пишут, что вот верю, не верю. Мне, например, даже не надо верить. Ну, не надо верить, надо знать. Мои лекции, понимаете, я же там не как вот эти все, ой, балаболы, когда просто такую ахинею несут, и люди слушают, что-то там верят. Я же делаю, ну, что называется, в изготовлении сложное, для меня сложное. Не болтать-то языком без подготовки, а именно лекции у меня в основном содержательные, доказывающие то, о чем я говорю. Они помогают не на веру воспринять что-то, а на знание. Не должно быть у людей веры и мнений. Должны быть знания. Знание — это сила. Вот поэтому я и хочу, чтобы люди знали и осознанно делали свой выбор. Например, покупали или не покупали тогда уж, ну, осознанно, а не огульно охаивая те или иные мои товары. А продаю я только лучшие качественные товары. А цены — только те, какие могут быть на эти товары. Они не могут быть ниже. Если они бы могли быть ниже, они были бы ниже. А если кто-то не хочет, чтобы они продавались вообще, ну, они просто не будут продаваться. Лучше будет от этого кому-то, ну, только подонкам. А нормальный человек, ну, скажет, я не могу купить, но пусть это продается кому-то, поможет. Это правильно или нет? Скажите. По-моему, да. Но с точки зрения логики нормального человека... Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи. Вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.